мы уже завершили решили заехать в кафе и тут такое очень высокие ступени очень высокие коляска не позволяет экстремального вождения как я люблю срабатывает безопасность всего для безопасности чтобы колясники не вывалились не упали получали комфортно и здравствуйте сегодня мы сделаем видео обзор на классную колясочку который gts5 в синим цвете вот покатаемся сегодня по новосибирскому речному вокзалу вот здесь есть естественные преграды будут лесенки бордюры небольшое бездорожье посмотрим как у нас пятерка gts5 справляется с такими препятствиями здесь у нас нестандартная комплектация как видите у меня есть пульт сопровождающего причем пульт сопровождающего с lcd дисплеем у юры также установлен нестандартный пульт тоже пульт с дисплеем здесь у нас есть классный рюкзачок в которой мы поместили все наше съемочное оборудование пусть и скромное но съемочное оборудование также здесь есть еще ремень правда юра им совсем не пользуется и скорее он ему даже мешает смотрите какая классная новосибирская набережная здесь спуск такой парадные ступени вот мы собственно говоря сюда поэтому и приехали сейчас покажу как мы будем спускаться значит для начала я включаю колясочку активирую сейчас колесный режим хотя нет сразу гусеничный режим гусеницы у нас опускаются опускаются примерно 10 секунд по завершению данного процесса колясочка скажет пик-пик не можно будет двигаться дальше ждем сигнала слышим пик-пик так сейчас я ставлю вот третью скорость из восьми возможных и просто полный газ выжимаю то есть я на пульте ставлю ограничение скорости 3 километра в час получается но условных будем говорить так и что мне позволяет вот джойстик выжимать на полную все очень просто главное чтобы колясочка двигалась ровно все что нам нужно это нажимать джойстик вперед неважно управляет джойстиком я либо сам пользователь либо назад собственно говоря для подъема мы просто тянем джойстик на себя все остальное коляска делает за вас электроника делает все то есть я ничего не держу то есть все что мне нужно это просто нажимать джойстик юрий просто просто отдыхать хорошо когда мы спускаемся с последней ступеньки чтобы проехать пролет я активирую колесный режим чтобы проехать небольшое расстояние и мы далее продолжим кстати говоря возможно будет интересно послушать про конкурентов про другие ступенькоходные коляски которые есть вообще в мире вот значит в мире всего есть четыре компании которые производят инвалидные коляски способные подниматься по ступеням без помощи сопровождающего когда я говорю по ступеням имею ввиду по настоящим ступеням да то есть можно подняться к себе домой вот значит коляска поднимается по ступеням да то есть когда не нужен пандус не нужен сопровождающий вот это ступенькоходная коляска значит четыре компании компания caterville производства в россии компания с кева производства швейцарии цурих компания be free производства гонконг и компания топчер производства во франции было вот но на данный момент ребята свое существование уже прекратили то есть эти коляски не производятся поэтому можно сказать что всего собственно говоря три компании ну про caterville мы сейчас и так с вами все увидим и услышим про скела хотел сказать очень классная коляска передвигается по принципу гироскутера значит у нее всего два колеса то есть передних колес вообще нет и за счет этого коляска очень маневренная выглядит очень классно футуристично ну и ребята большие молодцы мы с ними в дружбе то есть с разработчиками с производителями колясок с кева коляска be free производства гонконг коляска отлично справляется со ступенями различные высоты угла наклона вот но есть такая особенность что там колесо представляет собой как бы такой гусеница колесо то есть коляска в первую очередь заточена для лестниц и поэтому вот на этом гусеница колесе коляски не очень комфортно на в уличных условиях ну скажем имеет определенные недостатки вот ну собственно говоря именно поэтому люди из разных стран собственно говоря из гонконга в том числе из швейцарии приобретают коляску каттервилл потому что у нас во первых есть широкий модельный ряд можно и для бездорожья для городских условий для там для домашнего использования то есть полный во первых спектр во вторых по таким крутым и по таким высоким ступенькам по каким может подняться каттервилл не поднимается ни одна коляска в мире это особо нужно подчеркнуть это наша особая гордость поэтому даже в эти непростые сегодняшние условия юра боится что я заговорюсь и укачу его вперед он подготовился уже выключать коляску молодец всегда следит значит даже в эти непростые условия тяжелее значительно тяжелее сейчас идут поставки вот ну тем не менее они есть и мы клиентам за рубеж машинки наши продолжаем поставлять вот но мы продолжаем спускаться к нашей набережной вот медленно аккуратно мы сегодня просто гуляем давайте посравниваем коляску gts5 ну например с gts4vd то есть обе колясочки ступенькоходные и у gts4vd есть явные вездеходные преимущества полный привод большие колеса вот это вот все но на самом деле если мы говорим про движение вот по асфальту то есть в городских условиях там пусть даже там по немного разбитому асфальту то у пятерки есть явные преимущества то есть у нее более плавный ход то есть за счет передних пневматических колес пусть они там не очень большого диаметра всего там 200 миллиметров вот но они появляются поворотными вот это дает коляске такую очень элегантную плавность я бы сказал плюс у нее достаточно длинная база и там даже небольшие кочечки на этой коляске они воспринимаются достаточно плавно поэтому ну лично мое мнение что если мы берем коляску для города с необходимостью преодоления ступеней то пятерка это на самом деле вообще самый лучший выбор но это лично мое мнение так друзья еще хотел поговорить немного про опции потому что опции опции в общем много и люди порой путаются какие очень нужны какие не нужны значит но это мое субъективное мнение до начнем с этого вот но все же я его озвучу давайте начнем с опции которые мне кажутся очень важными это конечно же в первую очередь аккумуляторы то бы нам не думать о том что вот там а вдруг не хватит а вдруг там то там какой-то там зарядник с собой взять короче говоря для этого есть опция аккумулятор на 75 ампер часов и аккумулятор на 95 ампер часов вот штатная комплектация у нас соответственно установлен аккумулятор на 42 ампер часа литиевый аккумулятор следующий момент это рюкзачок здесь у нас установлен вот такой чудесный рюкзачок здесь можно хранить зарядочку водичку перекус средства гигиены в общем мне кажется вещь очень полезная вот ну и самое главное то есть чем он отличается от обычного рюкзака он снизу пристегнут то есть мы когда по лестнице поднимаемся с обычными рюкзаками какая проблема они постоянно норовят залезть под гусеницы они начинают долбить болтаться здесь рюкзачок он предназначен собственно говоря специально для этой коляски мы его повесили на три крючка зафиксировали и на лестницах при трансформациях он у нас нигде не закусывает там не на гусеницах там не под креслом где-то пульс лсд дисплеем я бы рекомендовал приобретать штука полезная чтобы понимать состояние коляски видеть какие у нас скорости какие пробеги опять же запас хода можно наблюдать мне кажется штука очень важная платформа сопровождающего кстати говоря вот для таких прогулок как сейчас я прям жалею на самом деле что у меня ее нет я бы сейчас сильно с большим удовольствием бы катался на платформе сопровождающего чем вот так вот за юрой ходить ну вот к сожалению у нас сейчас ее нет мне эта опция лично очень нравится второй вид опции это опции я бы их назвал не для всех то есть они кому-то нужны кому-то не нужны значит сюда бы я отнес ремни двухточечные четырехточечные обдукторы боковые поддержки пульт сопровождающего туда же объясню что я имею ввиду ну например ремни вот они нужны вот не всем вот сейчас у нас здесь есть двухточечный ремень юра им не пристегивается он ему не нужен и этот ремень он по факту просто мешается то есть он постоянно норовит то вывалится там из-под сидения то там под попу куда-то лезет эта бляшка вот с четырехточечным ремнем еще хуже соответственно если вы приобрели четырехточечный ремень и не пользуетесь он будет только мешать пульт сопровождающего также соответственно приобретается в тех случаях когда пользователь не всегда может сам управлять коляской тогда соответственно мы ставим дополнительный пульт сопровождающего опции которые мне кажутся ну достаточно бесполезными по моему мнению это зеркало заднего вида штука бесполезная потому что в него все равно ничего не видно вот люди приобретают думают что вот там будут там задом когда двигаться подъезжать к лестнице в это зеркало ничего не видно вот поэтому все равно ориентируются по каким-то там другим вещам вот но никак не по зеркалу вот ну и крыша от солнца и дождя как мне кажется опять же штука достаточно громоздкая неудобная опять же мне кажется что бесполезная вот ну люди приобретают не знаю поделитесь опытом расскажите как кого какой ваш опыт использование вот этой крыши от солнца и дождя люди интересовались как ведет себя пятерка на пересеченке ну давайте давайте покажем у нас есть такая тропинка уходит в горку во первых вот выложена камнями сейчас юра прокатиться вот и поделиться своими ощущениями каково это коляска идет не буксует достаточно спокойно уверенно себя чувствует передние колеса периодически поднимаются каких-то затруднений или там особых каких-то вибраций сказать что там юру там сильно трясет ну нет нет такого нет то есть коляска все это достаточно хорошо сглаживает вот только рюкзачок пошатывается у нас с учетом того что мы еще поднимаемся в горку вот ну достаточно достаточно спокойно хорошо юр а что по поводу травки давай по травке попробуем вот здесь земля у нас рыхлая как как она попробуй скорости добавить от на скорости подняться вверх вот подскакивает не сильно кстати говоря кстати говоря даже не сильно у нас есть хорошо хорошо я вообще сказал хорошо на самом деле так ухты вот здесь у нас интересная горочка и есть сейчас попробуем по в горочку давай на юре приходится вперед наклонять корпус потому что здесь уже явно больше 15 градусов плюс бездорожье а там кстати говоря можно юр еще покруче подняться попробуешь юра сказал можно молодец мне нравится этот парень вот что нужно от настоящего пилота испытателя так да давай под угловым вот сейчас юра поедет крутую горку здесь больше 20 градусов о здесь совсем угол наклона критичный коляска отключилась блин ну это чудесно чудесно что не дает чудить ну да здесь совсем совсем накренилась конечно то есть перезагрузил получается коляску включил да то есть и поехала заново не дает начудить машинка ух уж эти программисты с их безопасностью не дают побаловаться четких четким пацанам дофер ну спускайся чё нельзя так нельзя ну можно было бы конечно в ручном режиме попробовать но мы так делать не будем потому что зрители скажут а вот вы же показывали на видео что можно в ручном режиме нет в ручном режиме нельзя только с подстраховкой то есть если коляску кто-то держит ну здесь вот градусов 20 было по травке спокойно заскочил вот ошибка срабатывает при 25 градусов обидно когда коляска не позволяет экстремального вождения как я люблю срабатывает безопасность всего для безопасности чтобы колясники не вываливались не упали получали комфортную фу ужас ну и конечно мы не можем обойти вниманием классический эксперимент это заезд на бордюр несмотря на то что это не 4вд собственно не предназначена вообще для того чтобы на высокие бордюры заскакивать но в любом случае в повседневной жизни все равно какие-то порожки бордюры нам нужно преодолевать на колесах поэтому мы должны знать пределы этой коляски здесь парте на самом деле очень тяжело что то найти потому что набережная новые все бордюры стандартные высокие то есть но на них только на колесах ну на колесах на них только на гусеницах а на гусеницах заезжать не интересно но потому что мы результат общем-то прекрасно знаем то есть если на лестнице заезжаем конечно бордюр тоже заедем вот на колесах интересно нашли вот такой вот бордюр пожалуйста снимите у нас есть линеечка мы встретили сейчас школьников и купили у школьников линейку здесь у нас бордюрчик 7 сантиметров вот но нужно еще сказать что на него попроще будет заезжать потому что здесь есть такой скос на этом бордюрчик все поехали чик 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 спокойно так ну-ка давай что-то слишком легко давай вот здесь вот повыше здесь ниже вот здесь выше давай вот здесь да но здесь кстати да здесь совсем 88 сантиметров да ну и сейчас у меня сомнениями кажется не сможет заехать а еще кстати говоря вилка может стать боком тогда давить на газ вообще без бесполезно об да ладно ну ладно вон там 8 мне кажется здесь урна поменьше ну да здесь семь с половиной а там 8 туда еще левее заезжай а по халтура к это получилось так раз ну да здесь ладно честные 8 больше да да ладно не больше 8 не ну на самом деле неожиданно я не думал что она заскочит на такую высоту ну чё пилот молодец так ну и я думаю что нужно подвести какой-то итог сравним с gts3 с более дешевой коляской из gts4 vds более дорогой соответственно все три коляски у нас являются ступенькоходными в плане именно ступенькоходных характеристик эти коляски идентичны то есть именно вот ступенькоходный механизм во всех этих трех колясках он одинаковый что касается сравнения тройки и пятерки например ну самое главное конечно это запас хода это сами сиденья то есть здесь установленные сиденья класса комфорт с боковыми поддержками такие обнимающие сиденья здесь установлен подголовник в тройке подголовника нет вообще то есть и сиденье установлено более простое эстетика конечно пятерка выглядит ну значительно круче спортивнее престижнее сексуальнее скажем так не побоюсь этого слова тройка выглядит ну так минималистично и аскетично вот нет у нее вот этих кожухов защитных для гусениц ну и датчики скорости то есть на пятерке есть датчики скорости поэтому она управляется лучше чем тройка вот в остальном то есть те же самые подъемы на бордюр например которые мы сегодня увидели они в общем-то будут идентичны для 3 4 5 модели потому что то есть база такая же размеры колес такие же двигатели такие же то есть в этом плане я думаю отличий быть не должно теперь что касается gts 4wd здесь конечно же нет вот этого нашего полного привода нет такой вездеходности те самые там рекордные 8 сантиметров бордюра gts 4wd конечно бы вообще не почувствовала то есть там заскочила там спокойно на 14 сантиметров по размеру по длине пятерка больше вот поэтому при заезде в лифт при маневрах в квартире где-то в замкнутых помещениях gts 4wd выиграет но зато у пятерки перед gts 4wd есть определенные преимущества движение очень в городских условиях она чувствует себя более мягкой плавно она чувствует себя лучше на асфальте поэтому как мне кажется для городских условий gts 5 это лучший выбор то есть gts 4wd нужно приобретать для пересеченки в первую очередь для движения зимой например да когда нужно там двигаться по льду по снегу по заснеженным каким-то тропинкам поэтому ребята владельцы тройки четверки пятерки и gts 4wd поделитесь своим опытом согласны ли вы с моим мнением или нет давайте подискутируем вот ну и спасибо за просмотр всем пока так ну вот мы уже завершили решили заехать в кафе и тут такое очень высокие ступени очень высокие так где наша линейка так здесь у нас здесь 16 здесь 26 26 сантиметров там чуть поменьше здесь 26 так стоп подожди давай 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 я подстрахую то есть на такую высоту заезжать нельзя без подстраховки давай ошибка слишком большой угол наклона коляски так что делать в таких ситуациях так как я его держу можем позволить себе перейти в ручной режим так давай потихонечку все сейчас активируем автоматический режим готова так ну то есть мы получается сейчас начали подниматься на очень крутые ступени мы знали что на них подниматься нельзя коляска выдала ошибку что слишком большой угол наклона я знал что я буду юру держать я перешел в ручной режим коляска перестала обращать внимание на датчики и соответственно позволило нам подняться чуть выше где ступени не такие высокие мы вернули обратно автоматический режим и таким образом поднялись вот так вот так